Добрый день, дорогие друзья! Я приветствую всех зрителей, которые собрались сейчас у своих экранов для того, чтобы смотреть онлайн-трансляцию нашей новой инициативы под названием «Бизнес-завтрак с Арифлейм». Мы уже не первый раз собираем в онлайн-среде наших самых активных лидеров для того, чтобы в начале квартала презентовать им наши инициативы, наши планы и немного поделиться с ними с тем, что мы планируем в ближайшем квартале запускать. С этого раза мы решили немножечко изменить формат, и теперь такие встречи будут регулярными, и они будут называться «Бизнес-завтрак с Арифлейм». И с расширением формата мы хотели бы предоставлять вам еще больше волнующей вас интересной информации. Итак, мы приглашаем вас на первый «Бизнес-завтрак с Арифлейм», и сегодня вас ждут новости о новинках косметической продукции наших каталогов. Сегодня вы, конечно же, узнаете важные бизнес-новости. Пожалуйста, дождитесь их. И сегодня я также рад представить вам здесь, с нами, в этом эфире самых быстро растущих лидеров Арифлейм Россия. И сегодня вице-президент Арифлейм «Россия и Беларусь» Юрий Михайлюк в таком формате без галстуков, хотя надеюсь, что он будет в галстуке все-таки, возьмет интервью у наших самых растущих лидеров и у их спонсоров, тоже очень быстро растущих лидеров, и выведает все секреты роста, фишки, рецепты и методики. Оставайтесь с нами на «Бизнес-завтрак Арифлейм». Я уверен, это будет интересно. И начать я хочу с того, что я поделюсь с вами приятными и впечатляющими результатами третьего квартала. В этом квартале мы с вами очень хорошо поработали, и самое главное, что необходимо делать лидеру компании Арифлейм, это приглашать новичков в нашу компанию и в наш бизнес. Это нам с вами неплохо удавалось, и в течение каталогов с 9 по 12 в компанию Арифлейм в России пришли более 82 тысяч новичков. Развитие лидерства в течение этого квартала также было потрясающим. И я могу вам сказать, что в нашей компании только за этот квартал в России появилось новых менеджеров с 9 до 18 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 137 процентов больше. Это замечательный результат. У нас есть замечательные результаты и с новыми званиями директорской команды. Итак, новых званий за квартал с директора по сапфировый директор также у нас большое количество. И в этом году, если сравнить с третьим кварталом прошлого года, то новых званий в директорской команде больше на 90 процентов. Это тоже замечательный результат. И также такими же аплодисментами, я уверен, что вы присоединитесь к нам со своими виртуальными онлайн аплодисментами, мы хотим поздравить лидеров, которым удалось закрыть топовое звание, бриллиантовый директор в течение этого третьего квартала с каталогов с 9 по 12. И это Ольга и Виктор Кукушовы, Воронежский филиал, Сергей Васильев и Марина Ефремова, Казанский филиал, Вероника и Дмитрий Егормины, Новосибирский филиал, Сергей и Анна Шахаевы, Казанский филиал. И раз уж мы с вами заговорили о развитии лидерства, о новых званиях, то прямо сейчас я хотел бы поговорить с нашими лидерами и познакомиться с ними и поздравить лидеров, которые совсем недавно по окончанию прошлого каталога закрыли новое звание бриллиантовый директор. Итак, давайте знакомиться с нашими лидерами. Мы продолжаем нашу онлайн-трансляцию «Бизнес-завтрак с Арифлейм». И сейчас мы переходим к той части, которую обещали с самого начала. В этой части мы знакомимся с растущими, успешными топ-лидерами Арифлейм Россия, закрывшими новые звания в этом году. И, конечно же, общаемся с ними, спрашиваем у них об их рецептах успеха, об их историях, методах. И, конечно же, и поздравляем с новыми званиями. Именно сейчас все это и произойдет. И я прошу вас поприветствовать живыми и виртуальными аплодисментами лидеров, которые специально для участия в онлайн-трансляции приехали к нам в Москву. Быстро растущие лидеры, успешные, новые звания. И у этих лидеров закрыто два новых топ-звания в этом году. Сафировые директора, бриллиантовые директора. И давайте поприветствуем их нашей студии. Встречайте Ольга и Роберт Шаймардановы. Рады вас видеть. Спасибо, что приехали. Ребята, сегодня мы обязательно с вами пообщаемся. Мы хотим у вас все выспросить, все как есть. И также к нам сегодня вместе с вами прилетели еще пара лидеров, которые, скажу откровенно, на сегодняшний день являются самыми быстро растущими лидерами в Арифлейм России. И буквально позавчера они закрыли новое звание бриллиантовый директор, хотя еще меньше, чем год назад ими было закрыто первое звание лестницы успеха директор. И не то чтобы по счастливой случайности, а по закономерностях эти лидеры являются лидерами вашей организации. И поэтому для начала я вместе с вами хотел бы поздравить наших новых топ-лидеров с достигнутыми ими званиями. И для этого давайте поприветствуем здесь вице-президента Арифлейм Россия и Беларусь Юрий Михайлюк. Ну что ж, давайте приступим как раз к самому важному моменту, важному и решающему. Мы его очень долго ждали. И последнее из шести, далеко не последнее звание, закрыто буквально позавчера с закрытием каталога. И мы будем поздравлять наших лидеров со всеми достигнутыми званиями. Итак, давайте поприветствуем новые бриллиантовые директора Анна и Сергей Шахаевы. Ваши аплодисменты. Здравствуйте, Аня. Итак, давайте начнем награждать наших лидеров со всеми перечисленными званиями. Первое звание лестницы успеха директор было ими достигнуто в этом году, в марте 2016 года. Поздравляю вас со званием директор. Далее звание старший директор. Пожалуйста, спонсор. Далее звание золотой директор. Старший золотой директор. Сапфировый директор. И вот с окончанием прошлого каталога, то есть позавчера Сергей и Анна достигли нового звания бриллиантовые директора. Ну что ж, я уверен, что нам есть о чем поспрашивать у наших топ-лидеров, и поэтому я передаю слово Юре. И снова здравствуйте, ребята. Вот наконец-то мы сидим на удобных диванах, и я добрался до вас, чтобы вы спросите, у вас все ваши секреты такого феноменального роста? Я думаю, что то, чего вы достигли, можно назвать удмуртским чудом, потому что вы происходите из, скажем так, довольно близкой друг к другу географии. И явно ваш успех интересует и нашу сегодняшнюю аудиторию, и всех, кто находится по ту сторону камер. Первый вопрос у меня будет к Оле и Роберту. У вас очень интересная история. Вы начали в 2003 году, относительно давно, но вот такого взрывного роста достигли относительно недавно. И мне очень интересно узнать, по вашему мнению, какие методы работали тогда, какие методы работают все еще сейчас. Пожалуйста, вот поделитесь своим мнением. Ну, Ольга, наверное, начнет. В 2003 году начинала я, мы с Робертом познакомились позднее, и тогда, ну, лично я пришла, конечно же, на дополнительный доход, тогда мне это было актуально, интересно, стала развиваться в бизнесе, потому что мой спонсор Гузель мне рассказала о возможностях бизнеса и путешествиях, меня это зажгло. В принципе, и на сегодняшний день людей тоже зажигает путешествия и возможности бизнеса. В чем разница? То, что было в 2003 и то, что сейчас, это скорость. Скорость передачи информации, потому что если раньше для того, чтобы даже мне какую-то что-то передать, сообщить, мне звонили на городской телефон, и, ну, как бы я могла принять всю информацию, могла не принять, потому что я могла быть дома или нет. Сегодня это быстрый коннект. То есть есть соцсети, есть видео, которые можно просмотреть, есть текст, который можно прочитать, и вот разница в этом сейчас. То есть вы в любом случае достигли того, чего вы достигли, но может быть немножко позже. То есть вы просто ускорились, потому что технология вам позволила сделать такое ускорение. С одной стороны, технология, а с другой стороны, мы сами себе просто сказали, что вот сейчас окно возможностей, и экономическая ситуация в мире это диктует, и технологически. Сами себе сказали, надо действовать сейчас, убрали все лишнее и конкретно заточились на работу. А если еще к вопросу, что поменялось, мы заметили, что сейчас еще меняется отношение аудитории к нашему бизнесу. Люди по-другому начинают воспринимать. У них уже есть больше успешных примеров перед глазами. Люди по-другому систему воспринимают. Они ее воспринимают не просто как какой-то иногда дополнительный доход, например, а как возможность глобально поменять свою жизнь. Очень интересно. Согласны с этим, ребята? Конечно. Хорошо. Следующий вопрос. Не секрет, что серьезная часть вашего бизнеса – это работа в онлайне, но также мы знаем, что вы в оффлайне работаете. Как вы видите этот баланс между онлайн и оффлайн работой? Оффлайн. Вот все, что раньше мы делали в оффлайн, в принципе, это осталось. Встречи. Точно такие же методики – это список знакомых, это встречи командой, обучение. Просто онлайн он позволяет это приблизить. Более стала близка коммуникация, это стало на расстоянии кнопки, грубо говоря. Это более сплочает большие массы людей, и теперь нам стала не помеха, например, расстояние. Получается, что как раз сочетание вот этих методов оффлайн и онлайн усиливает друг друга. Правильно понимаю, что онлайн – это все-таки инструмент. По большому счету в основе вашего бизнеса остаются фундаментальные вещи, которые работали, работают и будут работать всегда в вашем ремесле, в MLM. То есть это встречи с людьми, это дупликации и так далее. Просто технологии помогли вам это сделать эффективнее и быстрее. Да, Юня? Да, то есть если раньше мы тратили время на то, чтобы, например, встретиться в первый раз с человеком, познакомиться, рассказать ему идею, договориться о второй встрече, то есть мы тратили на то, чтобы добраться до места встречи, провести ее, договориться на следующее до сегодня, мы первую встречу можем провести при помощи скайпа и уже понять, будет ли вторая. Сейчас я хочу воспользоваться своим служебным положением. И я очень люблю слушать истории. Я прямо вот сейчас хочу попросить, чтобы вы рассказали мне вашу историю успеха. Ребята, хорошо? Потому что нет ничего интереснее, чем история успеха рефлэймовских лидеров. Они иногда бывают совершенно фантастичными, которые... Это истории, которых ни один писатель фантаст не сам бы не придумал, да? Я обожаю их слушать и очень надеюсь, что вы сейчас что-то интересненькое нам расскажете о себе. Кто первый, ребята? Давайте мы. Давайте. Ну, давайте. Ну, мы с Робертом познакомились, когда уже я была в рефлэйм. Я пришла, когда была студенткой, цель была подработать. Познакомилась со спонсором своим, я у нее была в одиннадцатом поколении, у Гузельки Лязовой. И вот она тогда рассказала про то, что, оказывается, рефлэм – это не просто подработать, оказывается, что еще и путешествовать можно, оказывается, еще и бизнес можно развивать, деньги зарабатывать. Я вот поверила. Ой, это ты квас продавала, по-моему. Я квас продавала, да-да-да, в перерывах между сессиями. Я продавала квас, ну, в общем, пыталась заработать деньги в свои 17 лет. И услышала Гузель, услышала, что она доносила. Мы стали проводить встречи, так, постепенно 6%, 9%, ну и так далее, да, история. Когда я уже подходила к званию директора, мы как раз познакомились с Робертом. Любовь, весна, бизнес, все у нас вместе было. Свадьбу отмечали уже. Да ты нормально встретился с директором. Ты с директором как-то делал тогда, да, с директором, да, там не на 9%, а уже на 9%. Ну, у меня была цель, чтобы еще показать все-таки своему избраннику, что я не просто так там, да, в Reflame, что все-таки это бизнес, серьезные деньги, хорошие. Она, кстати, очень грамотно показала, потому что она ни разу не звала меня. Вот бывают вопросы, как сделать так, чтобы муж присоединился. Я просто попадал на мероприятие, и я видел, как растут доходы. Меня зацепила динамика, потому что вот на уровне менеджера это, например, 10 тысяч рублей, потом больше и больше на уровне директора, старшего менеджера, это уже 25 и выше. А я работал в оценке, у меня у папы своя фирма, и максимальный доход со всеми колынами это был 20-25. И просто как раз вот именно я увидел возможность заработка бизнеса. И когда я присоединился... Ну, до этого была любовь и весна, правильно? Ой, у нас все вместе было, у нас до сих пор так. Не расчаривайся. Любовь, весна, все. Когда я уже принял решение работать, стояла просто задача максимально быстро сделать звание золота, поэтому я присоединился, я вышел на уровне директора, второй директор это у Ольги мама. И вот мы поехали на золотую конференцию. На золотой конференции, первый раз в Греции мы были, мы там сыграли, мы перед ней прямо собирали свадьбу, и нам компания, и наши спонсоры сделали подарок, я Ольгу выносил на руках. Хулиганили. Да, целовал ее, нам кричали горько, и тогда мы поняли, что даже вот самые смелые мечты, которые, ну, даже представь себе не могли, что 3000 человек будут хлопать и кричать горько. Вот это можно было решение. С тех пор мы вместе, уже тогда было принято решение уходить со основной работы, и дальше развивать вместе бизнес с семейными. Круто. Двое детей уже будут, да, успели родить. Старшей дочке у нас 4 годика, и младшему будет 2 года через месяц. Кстати, вот это тоже момент, когда мы начали применять интернет-технологии, потому что у нас же, когда уже первая дочь родилась, было реально сложно совмещать. И мне вот, например, надо было, я просто понял, что если я остаюсь дома, я не работаю. Или надо в 7 утра, пока все спят, уйти на работу, аккуратно в командировку, и потом вот приезжать, допустим. И когда уже сын родился, второй ребенок, мы просто понимали, что или семья, или бизнес, и интернет, он очень помог в этом плане, потому что я всегда на связи, и не надо никуда ездить, какие-то там дальние расстояния преодолевать. Вот, и тоже вот, кстати, анализируя, допустим, почему, например, это интересно сейчас, или вот тогда, чем это способствовало росту, возможность выхода на другую немножко аудиторию. Например, сейчас есть аудитория девчонок в декрете, мам молодых. Когда мы работали в офлайн, это для нас были не работники. Да, мы не рассматривали. Да, ну максимум мы могли там навстречу приехать и видеть в этот момент, как ребенок там заверел что-то, еще все, как бы, это не работник. Сейчас мамы, которые сядут около компьютера, это очень сильная движущая часть, потому что они сидят в интернете, в соцсетях, они любят, им интересно обучаться, им сейчас очень актуален доход. То есть вот тоже аудитория, с которой стала возможность работать. Хорошо, хорошо, тем более ты... Да, это мое вообще. Да, двое, ты молодая мама. Моя целевая аудитория. Очень понимаю, все, что касается молодых мам. Отлично. Хорошо, спасибо, ребятки. Ну что, Анна Сережа, рассказывайте про свою историю. Ну я, наверное, хочу разочаровать сразу, ничего фантастического в нашем приходе нет. Все обычно и банально. Пришел в Арифлейм первый я. Первый я, потому что до проекта, до Арифлейм я был предпринимателем, вел предпринимательскую деятельность в течение 8 лет. И в конечном итоге довел все до того, ну и, в принципе, наши российские действительные сериали довели все до того, что у меня просто-напросто пришлось все закрыть из-за нерентабельности. Я начал искать какие-то дополнительные источники дохода. А возможно, и основные. Подал объявление о поиске работы руководителям с хорошим доходом. И спустя час мне пришло как раз письмо с предложением о проекте. Я рассмотрел. Вначале, как и многие, наверное, выбросил в корзину. Вечером пришел домой, решил все-таки прочитать, что мне хотят предложить. Достал из корзины. Достал из корзины, да. Прочел. Что меня первое зацепило, это цифра 0. Бизнес без вложений. Потому что на тот момент у меня действительно не было денег, ни на какую франшизу, ни на какое новое открытие, какое-нибудь дело. И меня зацепила цифра 0. Слово «Арифлейм» я услышал, прочитал. С «Арифлеймом» я знаком с 98-го года. В 98-м году я пришел из армии. Весна. Девчонки. Денег нет, надо где-то работать. И вот мне друг предложил как раз заняться «Арифлейм». Но на тот момент, видимо, я не понял, что нужно делать. И все это увлечение у нас продлилось всего лишь один день. И тут опять спустя столько лет «Арифлейм». Думаю, ладно, читаю. Без вложений оно меня зацепило. И в конце предложения стоял добивающий для меня и ставящий жирную точку ролик с получением автомобиля «Вольво». Ладно «Вольво» получает, но что зацепило? Два сибирских мужика получают. Ну, «Мороз», «Барнаул», два сибирских мужика получают «Вольво». Это кто были? Это был Антон Долженко и Артем Крехнигер. И зацепили. В принципе, они красиво говорили, правильно говорили, но зацепили вот эти простые слова, как «губнушки». Губнушки. Думаю, ну вот он, называя продукцию словом «губнушки», точно косметикой не торгует. Но машину там получил. И Артем Крехнигер сказал, что мы сюда пришли именно на бизнес. И мы с самого начала делаем правильные действия. Не знаю, вот этот ролик оставил какой-то отпечаток у меня, потому что я пришел домой, воодушевленный, говорю о нем так и так. Я теперь буду строить свой бизнес с «Эрифлейм». Ждал реакцию. Реакции никакой не последовало. Она сказала, давай. Можете я сама скажу? Давай, дальше продолжишь уже. Да, он выбрал удобное время. Я на тот момент уже поужинала. Была добрая. О чем я вообще хочу сказать. До прихода в компанию «Эрифлейм» я работала в издательском бизнесе. Была менеджером по продажам рекламы и руководителем интернет-проектов. Вообще у меня историческое образование. Историческое образование. Оно мне очень много далось здесь. Логика и умение прослеживать закономерности во всех процессах. Это все оттуда. Я пришла на путешествие и образ жизни. Я долгое время наблюдала за жизнью Ольги и Роберта в социальных сетях. И видела то, что эта семейная пара путешествует. Они были в Соединенных Штатах Америки. Они были на круизном лайнере. У них прекрасная семья. А у нас на тот момент такого не было. Мы мало путешествовали. У нас не было географии таких стран. И мы очень мало общались. Нас практически ничего уже не объединяло. И я хочу сказать, что мы пришли на семейные ценности. В первую очередь я. Сергей, я думаю, меня поддержит. Хотя абсолютно незнакомые люди для нас были на тот момент. Они знали друг друга. Мы просто наблюдали в соцсетях. И в общем-то те страны, которые мы увидели, мы сейчас получаем возможность поехать в Соединенные Штаты, также в круиз на лайнере. Вовремя очень Сергей пришел со своим предложением. В 2015 году я уже уволилась с работы, потому что поняла, нужно двигаться дальше. Мне захотелось изменить качество своей жизни и жизни нашей семьи в лучшую сторону. Просто стало скучно. И все произошло практически в одну секунду. Мы приняли решение. Мы не раздумывая приступили к этой деятельности. И мы очень счастливы, что сейчас находимся в такой команде и делаем такие результаты. Познакомились с ребятами, договорились с ними о встрече. И после того, как Роберт нам рассказал свою коронную презентацию «8 видов дохода», мы поняли, что мы действительно на правильном пути. И какая-то толика сомнений еще присутствовала. После этого она развеялась просто полностью. Полностью мы вышли с такими глазами, я говорю, Анют, вот это наш билет на вторую новую жизнь. И вот мы в проекте уже год и три месяца. И вы чувствуете, что у вас началась новая жизнь? Жизнь наша поменялась на 180 градусов. Абсолютно в противоположную сторону, в лучшую сторону. И этот проект и компания нас с супругой объединили, потому что, как Анна рассказывала, что мы жили просто как чужие люди под одной крышей до этого. Потому что я занят был своим делом, Анютка занята была своим делом. И мы просто чужие люди. И этот проект нас объединил, потому что мы постоянно вместе. У нас общие цели, общие интересы и общие планы на будущее. Как и мечты. Супер. Замечательная история. Поэтому я люблю слушать такие истории. Как раз переход онлайн и оффлайн. Супер, да. Мы списались в соцсетях, а потом встретились в живую. Класс. Как раз то, что вы спрашивали. Давайте я вас дальше буду выспрашивать, Анна и Сергей. А у вас феноменальные сейчас показатели, у вас удивительный рост. Я даже не помню, чтобы за свою довольно длительную карьеру в компании я в одно время, в одном месте видел, чтобы мы дарили шесть чеков. Если я не ошибаюсь, сегодня вам. Поэтому знайте, что ваш результат реально очень-очень серьезный. Я вас от всей души с этим поздравляю. Безусловно, у всех, конечно же, вопрос, а чего вы такого делаете, чтобы добиться такого результата? Насколько это дуплицируемо другими лидерами? Поэтому приоткройте немножко завесу и расскажите нам о том, как вы добились такого замечательного результата. Ты нашли, Лени. Ничего. Если честно, то никаких волшебных действий, конечно, мы не делаем. Мы просто делаем все правильно. Это разочарование. Опять разочарование. Да. Делаем все правильно и много. Много. Потому что так как мы выбрали для себя метод работы в онлайн, это в десятки раз больше работы и больше действий нужно делать, чем, к примеру, раньше делали в оффлайн. Да? Действий. Действий в день я имею в виду. Сколько вы часов в день работаете? Если честно, мы работаем с 8, наверное, утра и до 4, до 3 утра. Вот так вот. Ну, с перерывами на обед и на ребенка. И на жену. И, конечно же, мне кажется, чтобы у человека начало получаться здесь сразу и быстро, нужно, конечно же, выйти из зоны комфорта. У каждого она своя. У нас зона комфорта была, то, что мы остались оба. Я без бизнеса, супруга без работы. С кучей кредитов. И когда мы увидели просвет после презентации Роберта впереди, то, конечно же, назад мы возвращаться не хотели. И мы поняли, что здесь можно сделать все быстро и заработать те деньги, например, на погашение этих кредитов, которые нас гложили столько лет, достаточно быстро. Вот и все. И мы приняли для себя решение, что если начали, то надо работать. Нужно проходить. Главное наше ноу-хау – это команда. Мы очень гордимся своими партнерами, лидерами. И многому учимся у них. Вообще ключевые слова, которые мы используем в приглашении – это путешествие и свобода. Я использую. Сергей? Я, конечно же, приглашаю в основном на бизнес, но тоже зависит от того, с каким человеком общаешься. Если это, конечно, девушка обеспеченная, то это свобода, путешествие. Если это мужчина, то, конечно же, его на бизнес, на деньги. Про девушку еще можно сказать возможность выгулить красивое платье. У нас есть один такой директор, который сказал, «Аня, у меня столько платьев в шкафу, я уже не знаю, куда их девать. Вот прекрасная возможность оставить у директора мне выгулить мои платьишки, которые вот так вот уныло висят в шкафу». Что еще добавить по поводу ноу-хау? Вы знаете, мы привыкли всегда работать, выкладываться по полной. Особенно, когда работа приносит удовольствие. И вообще, я это не назову работой, это образ жизни, это стиль жизни. И для нас это нормально. И мы не думали, что мы сделаем такой результат. Мы считаем, что это только начало. Мы будем двигаться дальше. Нам просто интересно. Прекрасная лестница успеха, есть куда вести. Просто интересно, что будет на уровне исполнительного директора, что будет на уровне президента, что будет дальше. И, соответственно, мы приглашаем таких же амбициозных людей в нашу команду. Я очень люблю общаться с людьми, у которых есть организационный опыт. И, слава богу, я по опыту своей прошлой деятельности общаюсь с такими людьми. У меня остались контакты, и они приходят сюда. Сначала их было мало, теперь все больше и больше. Так что, вот это вот наше, наверное, главное ноу-хау. Мы приглашаем на возможности и приглашаем людей уже, так скажем, с навыками, с организационными навыками. Спасибо большое. У меня много к вам есть вопросов. Но я бы с удовольствием, конечно, с вами пообщался. Но, к сожалению, формат нашей трансляции ограничен по времени. Поэтому я хочу вам сказать от всей души, от имени руководства компании, от имени нашего всего коллектива, огромное спасибо за то, что вы работаете с нами, как наши бизнес-партнеры. Нам очень приятно работать с такими людьми, как вы. И понятно, что любой бизнес чувствовал бы уверенность в завтрашнем дне, имея таких бизнес-партнеров, как вы, ребята. Успехов вам. Я очень надеюсь, что ваш стремительный рост и ваше удмуртское чудо продолжатся. И увидимся в наших последующих чествованиях. Всего хорошего вам. Ну что же, я думаю, что каждого из вас впечатлила и вдохновила сегодняшняя история успеха наших растущих топ-лидеров «Арифлейм Россия». Таких историй еще очень-очень много. И я уверен, что каждый из вас может достичь также подобных высот. Самое главное выполнять то, что должен делать лидер «Арифлейм» в первую очередь, конечно же, рекрутировать. И если мы говорим о рекрутировании, то хорошим инструментом для этого являются квартальные рекрутинговые программы по приглашению, которые мы объявляем каждый квартал. Вы видели сегодня цифры по количеству новых рекрутов, приглашенных в третьем квартале. Я уверен, что новая квартальная программа, которую мы с вами сейчас обсудим, даст нам не меньшие, а скорее даже большие результаты. Итак, «Арифлейм» с удовольствием приглашает вас принять участие в программе по приглашению новых консультантов. И программа нашего ближайшего квартала называется «Все грани красоты». В рамках программы с таким интересным названием мы предлагаем вам с каталога номер 13 по каталог номер 15 включительно рекрутировать новичков и, конечно же, таким образом в первую очередь расти по плану успеха, развивать свой бизнес, достигать новых менеджерских уровней, новых званий, ну и при этом, конечно же, получать приятные подарки, которые предполагает наша квартальная программа. Давайте немножечко поподробнее о ней поговорим, хотя я уверен, что вы уже знаете основные детали этой программы. Итак, «Все грани красоты». Программа началась с 12 сентября, с сегодняшнего дня. Она продлится по 12 ноября 2016 года. То есть она будет включать в себя каталоги с 13 по 15 включительно. И задача этой рекрутинговой программы такая же, как и всегда. Нам с вами важно приглашать новичков в бизнес, помогать им делать первые шаги и получать баллы от их активности и обменивать их на подарки. В этот раз в рамках программы «Все грани красоты» — это современные и стильные аксессуары. Давайте в двух словах поговорим об условиях. Итак, новички, которые придут к нам в компанию в рамках программы «Все грани красоты», смогут воспользоваться самым главным предложением — это стать нашими консультантами, стать частью компании «Арифлейм». Также они смогут воспользоваться преимуществами стартовой программы и получить замечательные, важные, интересные продукты «Арифлейм» в рамках стартовой программы. Ну а если они захотят, они могут начать приглашать других людей и тогда уже получить все преимущества спонсорских условий программы «Все грани красоты». Условия для спонсоров и для действующих консультантов, они простые. Необходимо приглашать новичков в «Арифлейм», помогать им оформлять заказы. И далее все очень просто. За каждый один балл бонуса вашего новичка вы получите один спонсорский балл. Соответственно, вы суммируете спонсорские баллы в течение каталогов с 13 по 15, и затем вы сможете обменять их на подарки. И это произойдет уже в 16 и в 17 каталоге. Итак, давайте тогда поговорим о подарках, которые ожидают спонсоров в рамках нашей программы. За 100 баллов у наших спонсоров есть возможность получить очень модный, стильный, золотой клатч. За 100 баллов можно получить еще и замечательный шарф с авторским дизайном. За 100 баллов можно получить еще и сдержанный графический такой бизнес-кошелек. За 200 баллов также из этой же серии можно получить очень стильную и интересную дизайнерскую сумку глубокого изумрудного цвета. За 200 баллов можно получить незаменимый аксессуар для любого человека, кто следит за своей красотой. Это очень удобное и функциональное зеркало с подсветкой, которое, я уверен, что пригодится не только в повседневной жизни, но еще и для лидерских активностей, а именно для проведения сессии по уходу за кожей лица. За 500 баллов мы предлагаем потрясающий инструмент, многофункциональный мультистайлер Philips. И, конечно же, для тех, кто любит использовать или работать с нашим брендом на Вейдж, их заинтересует потрясающий подарок за 1000 баллов. И это специальное устройство для ухода за кожей лица от компании Philips. Вот такие замечательные подарки ждут нас, которые, я надеюсь, вам всем очень нравятся. Хочу напомнить вам о том, что уже сейчас вы можете приобрести необходимые для вас бизнес-аксессуары, которые помогут вам успешно отработать эту рекрутинговую программу. Это различная печатная продукция для ваших офисов Ariflame. Ну а сейчас я хочу также поделиться с вами еще одной очень приятной и важной новостью, которая напрямую относится к начавшейся сегодня программе по приглашению «Все грани красоты». Именно об этом условии, именно об этом правиле нас очень долго просили очень многие лидеры. И мы хотели бы предоставить вам такую возможность, раз вы о ней так просили, именно в течение этой рекрутинговой программы. Итак, это ограниченное предложение. Только для тех, кто работает в эту рекрутинговую программу, только с 13 по 15 каталог. У всех новичков есть возможность зарегистрироваться в рамках этой программы в компанию Ariflame абсолютно бесплатно. То есть у каждого из вас есть возможность приглашать людей к нам в компанию без регистрационной платы. Есть только одно маленькое условие. Необходимо размещение любого баллового заказа в день регистрации. Если это условие соблюдено, тогда регистрация для человека и для новичка абсолютно бесплатная. Ура! Я надеюсь, что вас вдохновляют условия рекрутинговой программы «Все грани красоты». Я надеюсь, что вы себе поставили определенные планы по количеству рекрутов. Но начать лучше всего, наверное, с выбора подарка, который вы хотите получить, и с выбора вашего следующего уровня либо звания. Если мы поговорили о подарках, то они у нас, как вы уже успели убедиться, очень модные, очень стильные, актуальные. Давайте посмотрим на них поближе и посмотрим, как они выглядят в реальной жизни. Итак, я надеюсь, что вас порадовали условия рекрутинговой программы «Все грани красоты». Я надеюсь, что вы, уважаемые лидеры, если вы запланировали в ближайшее время рост или достижение ваших определенных планов, тоже останетесь довольны результатами, условиями, критериями программы «Все грани красоты». Мы очень внимательно также отнеслись и к подбору подарков для этой программы. И наши эксперты старались выбрать такие подарки, которые не просто были бы приятным аксессуаром. Это не просто сумка или шарф. Это набор аксессуаров, с которыми можно действительно составить модный, актуальный бьюти-образ. И вот сейчас как раз давайте посмотрим, как это можно сделать. Я хочу представить вам и пригласить сюда нашего эксперта по продукции компании Reflame Анну Фирсову. Встречайте, Аня. На Евгении представлен трендовый образ в стиле анималистик с акцентом на глаза. Для достижения такого эффекта мы использовали тушь 5 в 1 The Wonder Lash Bolt Intensity. Она не только разделяет и прокрашивает, но и ухаживает за ресничками. Также мы использовали палитру теней The One Bolt Intensity. Три самых трендовых оттенка помогут вам подчеркнуть выразительность ваших глаз. Дополнением вашего образа станет туалетная вода My Destiny. Аромат является сложно композиционным, и это тренд осени 2016 года. Мы сейчас с вами поговорили про те инструменты, которые помогут вам создать модный и современный образ. Но согласитесь, полноценный образ невозможен без аксессуаров. К примеру, шаров My Destiny станет отличным дополнением вашего образа, так как он выполнен в классическом тренде сочетания золотого и черных цветов. Продолжая тему трендов, мы с вами сделаем акцент на сумке Destiny. Ее темно-зеленый насыщенный цвет турмалины является акцентом осени 2016 года, а угловатые геометрические формы отлично дополнят ваш повседневный стиль. Кошелек Destiny выполнен в тренде «Минимализм в формах», а большое количество отделений для карточек сделает его использование максимально удобным для вас. Мы с вами обсудили внешние составляющие красоты, но согласитесь, ваш образ начинает формироваться еще на этапе домашнего ухода за собой. И здесь Арифлейн тоже в тренде, ведь мы можем предложить в рамках рекрутинговой компании инструменты для домашнего ухода на профессиональном уровне. В рамках тренда салонной укладки в домашних условиях я рада представить вашему вниманию мультистайлер Philips, который поможет создавать образы и прически на любой день без вреда для волос за счет керамического покрытия всех нагревающихся плоскостей. Арифлейн эксперт в качественном уходе для лица, ведь у нас есть продукты для четырехшаговой программы комплексного ухода от инновационного бренда Novage. В рамках тренда профессиональной процедуры по уходу за кожей лица я рада представить вам прибор Visa Pure Advanced, который поможет максимально эффективно очистить вашу кожу. В рамках тренда профессионального ухода в домашних условиях я рада представить вашему вниманию зеркало с подсветкой, которое станет отличным дополнением для нанесения профессионального макияжа и проведения уход-сессий от инновационного бренда Novage. Я уверена, что эти подарки станут отличными инструментами для достижения красоты как изнутри, так и снаружи. Давайте посмотрим, какие трендовые образы мы можем создать при помощи подарков нашей рекрутинговой компании. Евгения. И для завершения образа мы используем нашу темно-зеленую сумку Destiny. Замечательно. А для создания вечернего образа я могу предложить наш золотистый клатч Destiny. Спасибо за внимание. И я благодарю нашу сегодняшнюю модель Евгению Есаян, лидера Reflame. Давайте поблагодарим Анну и Евгению за то, что они продемонстрировали нам такой потрясающий образ. Но создавать по-настоящему модные и актуальные образы можно не только с помощью подарков рекрутинговой программы «Все грани красоты». Но давайте не забывать, что мы с вами партнеры крупнейшей европейской косметической компании прямых продаж. И у нас огромное количество косметических продуктов. Новинки появляются каждые три недели, каждый новый каталог. И сейчас давайте очень быстро поговорим о новинках, которые ждут нас в каталогах в самое ближайшее время. И для этого давайте поприветствуем эксперта по продукции компании Reflame Наталью Распопову. Наталья. Добрый день, уважаемые лидеры. Сегодня я хочу рассказать вам о ключевых акцентах в работе в рамках продуктовой коммуникации для каждого развивающегося лидера. Разумеется, в каждом каталоге огромное количество выгодных предложений, интересных продуктов и потрясающих новинок. Тем не менее, важно знать обязательно о ключевых продуктах каждого каталога. Ну что, давайте поговорим о продуктах 13-го каталога. В категории уход за кожей лица мы рекомендуем обратить внимание на защитный крем с SPF 30 от бренда Novage. Этот продукт идеально сочетается с любым комплексным уходом от Novage. И именно этот продукт обеспечивает гарантированную защиту от фотостарения. В категории уход за волосами обратите внимание на премиальную новинку серии Elio. Это легкое масло для волос, которое восстанавливает их структуру, при этом не утяжеляя. В категории ароматы у нас есть потрясающее супер-предложение в конце каталога. Это новинка туалетная вода Wonder Flower, которая является дополнительным драйвером каталога. Ее можно приобрести со скидкой 45% при выполнении условий. И самая яркая, ключевая новинка 13-го каталога – это новая серия подиумного бренда The One – Featherlight или Ультралегкость. Продукты этой серии отличаются легкими текстурами, натуральными оттенками, которые можно смешивать между собой. Она идеально подойдет для проведения вечеринок и мастер-классов. В каждом каталоге мы обращаем внимание в работе, разумеется, на драйвер. И в 13-м каталоге – это дизайнерский шарф Shea, который был создан перспективным стокгольмским дизайнером специально, эксклюзивно для Ariflame. На шарф распространяется скидка 50% при условии выполнения покупки на сумму 990 рублей из каталога. Я желаю вам горячих продаж и успешного каталога! Спасибо, Наташа! Я уверен, что теперь мы полностью вооружены всей необходимой информацией для того, чтобы ближайший квартал прошел очень плодотворно. Мы знаем правила рекрутинговой компании, мы знаем о том, какой замечательный образ можно создавать вместе с гостями, с новичками. И, кстати, на этом можно даже приглашать в Ariflame. Замечательный вид мастер-класса – пригласить людей на смену образа, на подбор нового образа. Это замечательно работает, тем более, что вы тут же показываете в действии подарки рекрутинговой программы. Мы с вами познакомились с некоторыми продуктами, косметическими продуктами, которые нас ждут в ближайших каталогах компании Ariflame. И на этом, наверное, можно было бы заканчивать, если бы у меня для вас не было еще несколько очень важных бизнес-новостей. Для начала, сегодня мы уже говорили, и наши дорогие лидеры, которые сегодня были у нас в гостях, они отмечали, что для многих из них и для новичков, которых они приглашают в бизнес, очень важна и востребована возможность компании Ariflame – путешествия. И у нас действительно сейчас идут сразу несколько квалификаций на зарубежные конференции компании Ariflame. Я хочу напомнить вам о том, что совсем недавно, в прошлой онлайн-трансляции, мы объявили о начавшейся квалификации на следующую бриллиантовую конференцию. Точнее, начнется квалификация совсем скоро со следующего каталога. Но зато нам нужно подготовиться к ее началу, к ее выполнению. Это стоит того, потому что следующая бриллиантовая конференция 2018 года пройдет в Японии, в Токио. Я напоминаю вам о том, что время проведения этой конференции специально перенесено нами с января на апрель, для того, чтобы участники конференции в Японии смогли увидеть одну из самых главных достопримечательностей этого мероприятия – это цветение сакуры. Это прекрасно. У нас будет первая бриллиантовая конференция в апреле. Также продолжается квалификация на золотую конференцию следующего года, 2017 года. Это будет юбилейный год, это будет юбилейная конференция, это будет юбилейный круиз по Средиземноморью, который охватит два континента, три страны и четыре города. Квалификация вовсю идет уже сейчас. Пожалуйста, будьте уверены, что вы выполняете необходимые требования этой квалификации. Ну и совсем недавно мы объявили о следующей менеджерской конференции, которая в 2017 году пройдет в стране золотых песков в Болгарии. Продолжение следует... Продолжение следует... Напоминаю вам, что наша компания единственная в своем роде, в индустрии, которая лидеров такого уровня, как менеджеры, также вывозит на зарубежные конференции, организует такие поездки и мероприятия для менеджеров. Обязательно воспользуйтесь этой возможностью и не забывайте про идущую квалификацию на конференцию в Болгарии. И здесь хочу сказать вам одно «но», точнее одно «и». Мы получили очень много отзывов на прямой связи от вас. Мы получили огромное количество отзывов о том, что лидерам необходимо время для коммуникации, для запуска такой замечательной инициативы, как менеджерская конференция. Это очень важный этап начала квалификации. И пока он идет, не всегда легко начать и вступить в квалификацию непосредственными результатами, то есть рекрутами. И есть люди, которые сфокусировались на коммуникации данной программы и не совсем успели с необходимым количеством рекрутов. Есть такое дело, друзья? Да. Есть такое дело. Именно поэтому я хочу сейчас объявить очень важную новость. Если среди наших зрителей есть такие, кто не успевают выполнить условия по рекрутированию в одном, в любом каталоге квалификации в Болгарию, то теперь для успешной квалификации вы можете выполнить план по ежекаталожному минимальному рекрутированию как минимум в 6 из 7 каталогов квалификационного периода. То есть фактически, таким образом, мы говорим вам, что один каталог с точки зрения минимального количества рекрутов в этом каталоге можно пропустить. И в одном ничего страшного, если вы не сделали необходимых рекрутов. Это может быть 12 каталог, если у кого-то что-то не получилось, либо любой другой каталог квалификации. Итак, важно выполнять ежекаталожное требование по минимальному рекрутированию в 6 из 7 каталогов квалификационного периода. По-моему, это отличная новость. Я уверен, что это хорошее послабление. Многие о нем просили. Единственное, пожалуйста, помните, что важно обязательно выполнить суммарное количество рекрутов, которое вы получили в качестве своего плана на весь период квалификации. То есть суммарно количество должно быть выполнено, а уже покаталожно в одном каталоге можно немножечко в этом плане пропустить. И я поздравляю всех, для кого это правило будет решающим, важным, и кто благодаря этому правилу сможет квалифицироваться в Болгарию. И, надеюсь, с вами там увидится. Ну и еще одна новость, о которой в заключении нашей сегодняшней трансляции я хотел бы с вами поговорить. Сегодня мы, разговаривая о результатах прошедшего квартала, отметили невероятный рост нового количества менеджеров в Арифлейм. Более 100% рост в новых менеджерах по сравнению с прошлым годом. И это в менеджерах, которые квалифицировались на свой менеджерский уровень с отрывом в соответствии с условиями плана успеха. И для того, чтобы вашим консультантам и вам было легче идти по менеджерской лестнице успеха, у нас существуют различные инструменты, такие как, например, квалификация на менеджерскую конференцию. При этом очень многие лидеры постоянно напоминают нам о такой замечательной программе, как Турборост. Все ее поминают добрым словом, так сказать. Все о ней хорошо отзываются. Возвращаясь назад, могу сказать, что мы выплатили огромное количество денег в виде бонусов за программу Турборост. Очень многим менеджерам программа Турборост помогла закрыть тот или иной уровень менеджерской лестницы успеха. И мы постоянно слышим одну и ту же просьбу вернуть Турборост. И в связи с этим у меня есть к вам сейчас объявление. Я хотел бы вам сказать, что мы хотим представить вашему вниманию программу, которая называется «Верни свой Турборост». И сейчас я расскажу вам об этой программе. Программа очень эксклюзивная. Программа ограниченная по времени. Медлить с вступлением в нее нельзя. Программа будет идти всего лишь несколько каталогов. И поэтому, не раздумывая, нужно взять все самое лучшее от этой программы. Потому что у каждого из вас есть возможность вернуть себе, пусть ненадолго, но тем не менее, свой Турборост. И программа «Верни свой Турборост» будет идти так же, как и рекрутинговая программа с 12 сентября, то есть с сегодняшнего дня, по 12 ноября. То есть в каталоге с 13 по 15, что, безусловно, я уверен, станет для многих из вас катализатором нового роста и еще, что немаловажно, источником дополнительного дохода. Итак, что нужно сделать, чтобы успешно участвовать в программе «Верни свой Турборост»? Эта программа для менеджеров, для директоров. И ее самый главный приз, самый главный результат – это, конечно же, ваш рост по плану успеха и еще и дополнительный доход. Так, менеджеры 9% смогут получить дополнительный бонус в 9000 рублей. Ну и дальше все очень просто в соответствии с нашим планом успеха. Менеджеры 12% смогут получить бонус в 12000 рублей. Менеджеры 15% – бонус в 15000 рублей. Менеджеры 18% – бонус в 18000 рублей. А директора и выше смогут получить бонус, прекрасный дополнительный доход, по-моему, 30 тысяч рублей. Что нужно делать? В принципе, нужно просто выполнить свой персональный план по рекрутированию. Ничего другого. Мы хотели бы, чтобы фокус был именно на рекрутировании. Для этого есть отличный инструмент – рекрутинговая программа. Давайте рекрутировать, выполнять свой план по рекрутированию. При этом будем, ну, как минимум, удерживать тот уровень, который у вас есть сегодня. В идеале можно и вырасти, конечно. Никому не помешает, особенно в этот начавшийся активный период. И все, и ты получаешь свой бонус – план по рекрутам, удержание текущего уровня и бонус твой. Итак, если вы 9%-ник, то вы выполняете два критерия рекрутирования – ежекаталожная и суммарная – с 13 по 15. Так, например, суммарно для 9%-ника важно, чтобы у него было 20 новичков в персональной группе. С 13 по 15 каталог. При этом в каждом каталоге важно, чтобы было не меньше двух. Он, вступив в программу 9%-никам, удерживает свои 9%, а в идеале, я думаю, он еще и растет, и он получает 9000 рублей. 12-процентник. Для него важно, чтобы суммарное количество рекрутов в персональной группе с 13 по 15 каталог было не менее 30, и при этом каждый каталог не менее трех. Он удерживает свой процентный уровень 12, как минимум, и получает 12 тысяч рублей. Менеджер 15% должен сделать 40 рекрутов в персональной группе в течение всего периода программы и не менее 4 ежекаталожно, удержать свой уровень как минимум 15% и получить 15 тысяч рублей. Менеджер 18% должен пригласить не менее 50 новичков в персональную группу в течение всего периода действия программы, не менее 5 ежекаталожно, удержать свой уровень как минимум 18% и получить 18 тысяч рублей. Но мы с вами находимся, конечно же, в MLM-индустрии, здесь очень важно лидерское развитие, поддержка спонсора, поддержка директоров. Поэтому мы хотим, чтобы директора продолжали развивать своих менеджеров, помогали им расти по менеджерской лестнице успеха и помогали им квалифицироваться в этой программе. Поэтому для директора у нас есть особенное правило. Директор должен помочь как минимум двум, можно более, менеджерам из двух своих разных ветвей и получить бонус 30 тысяч рублей. И если быть более четким, то в его группе в двух разных ветках должны квалифицироваться на получение этого же бонуса как минимум два менеджера, один в одной ветке, один в другой. Директор подтверждает уровень 22% по итогам каждого каталога программы 13, 14, 15 в каждом и получает свой бонус 30 тысяч рублей. Друзья, сразу же после этой трансляции вы уже можете найти на нашем сайте, в вашем филиале, в рассылке подробные условия, в которых вы увидите все таблицы, все необходимые планы по рекрутированию и все условия. Моя задача была просто объяснить вам принцип этой программы. И я надеюсь, что благодаря рекрутинговой компании «Все грани красоты», благодаря этим условиям каждый из вас сможет поставить перед собой очень высокие мечты, планы, желания и их выполнить одновременно с тем, что он вернет себе еще и свой турбо-рост. Дорогие друзья, сегодня на бизнес-завтраке с «Арифлейм» мы поговорили о бизнес-планах на ближайший квартал. Мы познакомились с успешными лидерами «Арифлейм Россия». Мы узнали о новинках продукции, которая ждет нас в ближайших каталогах. Мы узнали обо всех бизнес-программах, которые станут вам надежными инструментами в достижении ваших планов в ближайший квартал. Я благодарю вас за внимание. Я надеюсь, что мы с вами будем в таком формате видеться теперь регулярно. И я хочу пожелать вам успехов, осуществления всех ваших мечтаний с компанией «Арифлейм» и очень хорошего, успешного и продуктивного квартала. Спасибо вам большое. До новых встреч.